МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Затопило десятки улиц, в нескольких домах протекли крыши. Последствия вчерашнего ливня коммунальщики устраняют до сих пор. А синоптики прогнозируют осадки почти каждый день до конца недели. Парад Победы пройдет 24 июня, дату утвердил Владимир Путин. А 26 июля, возможно, состоится акция «Бессмертный полк». Как будут проходить праздничные мероприятия в условиях пандемии? 142 новых случаев заболевания и еще одна смерть. Расскажем о ситуации с распространением коронавируса у нас в крае. Депутаты горсовета обратились к главе города с просьбой ввести в красноярский режим повышенной готовности из-за высокой активности клещей. Обсуждали этот вопрос сегодня на комиссии по окружающей среде. По мнению депутатов, этот режим необходим. В этом году, как ранее сообщали в Роспотребнадзоре, в нашем крае небывалое количество клещей. Норма по числу ленистоногих превышена в 400 раз. Более того, красноярцы жалуются на нехватку иммуноглобулина без страховки. Его поставить практически нереально, рассказывают люди. Депутаты говорят, введение режима поможет выделить дополнительные средства на решение этой проблемы. Это даст возможность сегодня дополнительно профинансировать работку по обработке от клещей территорий не только тех, по которым имеется предписание Роспотребнадзора. Понятно, что все зарекламентировано законом. Но и все-таки обработать почти всю площадь, ну и максимальную часть площадь зеленых насаждений или травяного покрова там, где могут находиться клещи. С другой стороны, обратить внимание на то, что сегодня пошла массовая жалоба на обращение о том, что жители тех, кого укусили и уже установлено, что есть эти инфекции, они не могут получить требуемого лечения. В мэрии прокомментировать предложения депутатов сегодня не смогли, сославшись на то, что документ еще не поступил в администрацию. А мы продолжим обсуждать эту тему в третьей части выпуска. Екатерина Кашучек сняла проверку-инструкцию, как получить помощь и где нужно искать иммуноглобулин, если у вас нет страховки. И сегодня коммунальные службы весь день устраняли последствия ливня. Накануне, как это обычно бывает после сильного дождя, дороги в городе залило и где-то в домах протекли крыши. Только за эту ночь коммунальщики вывезли тысячу цистерн с водой. При этом администрации уверяют, город с испытанием дождем справился. Подробности о последствиях прошедшего ливня в сюжете Анны Кузьминой. До этого было, но не так. Такое чудо, чтобы совсем комнату так сильно... Ну и вот здесь получается вот... Ну уже подсохла, воды где-то примерно вот так было. Шесть видер выкачали отсюда. Буквально несколько часов назад комната Ларисы в общежитии была похожа на озеро с постоянно циркулирующей водой. Вода стекала с потолка и стен, а уходила с помощью ведра и тряпки. Женщина уверяет, что досталось ее комнате больше всех, так как живет она на самом верхнем пятом этаже. Кровля у нас уже столько лет, но она у нас не ремонтировалась ни разу, сколько я здесь живу. Это получается с 2001 года. Ну чтобы вот до такой степени, это первое. До этого тоже так же было, но не до такой степени было. Как-то еще справлялись. Но вчера, что дождь на улице, что у нас здесь. Бороться с потопом всю ночь женщине помогали соседи. Особо заинтересованы были жители с четвертого этажа. Вот такой шар на натяжном потолке образовался у соседки Ларисы снизу. Чтобы его убрать, пришлось вынести 12 ведер. А вот что делать теперь с испорченным имуществом, жители дома 151 по улице 60 лет Октября не знают. В похожем положении еще с десяток домов в Красноярске. В результате стихии затопило и улицы города, частные секторы, размыло грунт. Так, например, в районе Николаевского моста образовался водопад, оголивший сваи пешеходного моста. А вот все эти видео публикуют горожане в социальных сетях. Кто-то просит о помощи и не знает, что делать, а кто-то подходит к беде с юмором. Ну а так выглядит парковка на острове Татышев. Красноярцы уверяют, что находиться здесь небезопасно из-за оголенных проводов. Но вот уток это не пугает. Здесь, в этой луже, они чувствуют себя комфортно. Не покидают свои рабочие места и прокатчики, надеясь, что кто-то все же возьмет в прокат велосипед. Однако здесь больше подойдут катамараны. В администрации острова Татышев уверяют, что это место всегда топит. Поэтому уже сейчас рабочие занимаются откачкой воды. В мэрии же уверяют, что город с дождем справился. И даже больше был готов. За ночь вывезли тысячу цистерн воды. А что касается ливневок, то они не справлялись только по одной причине – мусор. Ливневки там, где они есть, они справились, безусловно. То есть ливень был сильный. И это все еще усугублялось тем, что в работающей ливневку очень быстро потоком несся мусор, который с дороги смывался. И этим мусором ливневка забивалась. В принципе, когда приезжала бригада откачивающая, они открывали люк, прочищали его от мусора. И, собственно говоря, дальше все продолжалось. Вода достаточно быстро уходила. В администрации также рассказали, что знают про потопленные квартиры. Здесь все вопросы к управляющим компаниям или подрядным организациям, которые занимались восстановительными работами. Именно они не успели подготовить дома. Поэтому нужно почитать ущерб и запросить материальное возмещение. Возможно, даже через суд. С утонувшими машинами схема та же. За материальное возмещение отвечает владелец территории. Если это придомовая территория, то требовать возмещение нужно от управляющей компании. А если городская, то от управления дорог, инфраструктуры и благоустройства. Анна Кузьмина, Владимир Антонов, Новости ТВК. От урагана пострадали и другие регионы страны. Накануне на Кузбасс обрушился штормовой ветер. Основной удар пришелся на деревню Константиновка Первомайского сельского поселения. Ветер буквально сдул весь поселок. Ураган с корнем вырывал деревья, повалил бетонные столбы и сорвал крыши строений. В результате от деревни остались только 13 домов из 31. Также известны и о жертвах стихии. Под завалами рухнувшей стены оказались 3 человека. Двое погибли, один сейчас находится в больнице. И сейчас в Константиновке работает оценочная комиссия по урону. Ведется распил и вывоз поваленных деревьев, а также расчистка снесенных крыш. По словам пресс-службы правительства Кузбасса, каждой семье окажут помощь. Предоставят строительные материалы. В Красноярске всю неделю отождаются дожди. А температура воздуха днем не поднимется выше 20 градусов. Такие прогнозы дают синоптики. Завтра в Красноярске обещают плюс 12 и дождь. Ночью температура воздуха упадет до плюс 6. Отдохнуть от дождя получится только в пятницу. Воздух прогреется до плюс 14, а из-за туч периодически будет выглядывать солнце. Но по информации МЧС, уже ночью могут ударить заморозки до минус 5 градусов. А на выходных снова поднимется ветер. До 14 метров в секунду пойдет дождь. Возможно, шквалистый ветер и грозы. Стихия коснулась и вахтовиков, проживающих на Олимпиадинском горнообогатительном комбинате. Там ветром и дождем повредило несколько палаток полевого лагеря. Люди в них не проживали, никто не пострадал. Но главная новость из Еруды все-таки позитивная. Сегодня медики выписали первых выздоровевших пациентов. Репортаж Нины Кургановой. Полевой палаточный лагерь, развернутый Министерством обороны и стационарные карантинные помещения, нужны для пациентов с положительным результатом на COVID-19, но не имеющих никаких симптомов инфекции. Таких на Олимпиадинском ГОКе, благодаря сплошному тестированию, было выявлено порядка 700 человек. Два дня назад ветер повредил несколько палаток в нежилой части лагеря. Люди в них не проживали, никто не пострадал. Защиту всех конструкций укрепили по возможности. В настоящий момент лагерь продолжает активно обустраиваться и дооснащаться. Всех работников еще вчера переселили в специальные общежития, выделенные под карантин. Однако главная позитивная новость на сегодня. На Олимпиадинском ГОКе выписаны первые 84 пациента. Сегодня выписаны 73 человека из госпитальных мощностей, находящихся непосредственно на производственной площадке. И 11 наших сотрудников за последние дни уже выписаны из больниц Красноярского края. У нас есть еще также несколько десятков людей, которые ожидают второго повторного отрицательного теста. Первый уже получен. Это тоже уже будет составлять новую группу выздоравливающих. И их уже тоже, в общем, порядка 200 человек. Мы получили первый отрицательный тест, а потом на шестой или на седьмой день вы должны получить второй отрицательный тест. Только это даст возможность врачам сказать, что вы выздоровели. То есть это определенный медицинский протокол. Поэтому мы считаем, что вот эта замечательная тенденция на то, что наши выздоравливают, она уже наметилась. По ту сторону той зоны я ощутила на себе, какая работа на них возложена. Каждому не угодишь. У того матрас короткий, у того подушка невзбитая или еще что-то. Там суп не такой привезли, там мешок не дали, то еще что-то. И все старались на ходу и быстро, оперативно мои коллеги это исправлять. В настоящий момент первичное тестирование сотрудников практически завершено. За прошедшее время на полюсе проведено порядка 18 тысяч тестов на выявление коронавируса. Компания начала сплошное тестирование сотрудников первой в крае. Сейчас в Еруде работают более 200 медицинских специалистов из краевых больниц ФМБ России и Минобороны. Нина Курганова, Новости ТВК. Губернатор края запретил магазинам пускать покупателей без масок. Новую кассу опубликовали на сайте краевого правительства несколько часов назад. Согласно документу, магазин теперь может не только отказать покупателю без маски в продаже товара, но и вообще не пустить его на порог. В силу распоряжения вступает с завтрашнего дня. Напомню, масочный режим ввели в Красноярске с 13 мая. Носить средства индивидуальной защиты нужно в общественном транспорте, такси и в общественных местах. Иначе можно получить штраф, уверяют в администрации. Ранее Роспотребнадзор разрешил магазинам не обслуживать покупателей без масок. Однако многие магазины так и не решились добровольно отказываться от прибыли. Но сейчас о ситуации с коронавирусом в крае. За сутки официально подтвердили 142 новых случаев заболевания COVID-19. Из них в Красноярске 72, остальные в других территориях региона. Всего же с начала пандемии в Красноярском крае 3700 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. На ИВЛ 22 пациента, скончались 29 человек. И сегодня в статистику вошел вахтовик компании «Полюс», который скончался накануне. В Минздраве новостям ТВК эту информацию официально не подтвердили, однако уточнили цитата. По данным, по срокам попадания в реестр очень похоже на то. 201 человек прилетели в Красноярск из Душанбе. Накануне вечером в Международном аэропорту Красноярска приземлился самолет уральских авиалиний. Он вывез российских туристов из Таджикистана. Самолет встретили специалисты Роспотребнадзора. Они измерили пассажирам температуру и вручили предписание о соблюдении двухнедельного карантина. Из всех пассажиров 54 – это жители края. Их отправили домой. 26 человек спецтранспортом перевезли в Кемеровскую область. 122 пассажира из разных регионов России направили в обсерваторы. 14 дней они будут находиться под наблюдением медиков. Вы смотрите новости ТВК. Мы продолжаем. Пик заболеваемости коронавирусом в России пройден. Об этом на видеоконференции с министром обороны заявил президент Владимир Путин. Он также поблагодарил специалистов Минобороны за помощь в борьбе с коронавирусом, который они оказывали другим государствам. При этом Россия тоже получает предложение о помощи от некоторых стран, отметил Путин. У нас уже с самой лучшей стороны проявили себя военные врачи, подразделения Минобороны, которые оказывали помощь гражданам Италии, Сербии, Боснии, Герцеговины, ещё ряда стран в борьбе с эпидемией коронавируса. Надо сказать, что мы сейчас от них тоже получаем от некоторых предложения по помощи. Правда, пик у нас уже, по мнению специалистов, считается пройденным. Но, тем не менее, всё, что вы сделали, это идёт в общую копилку нашего взаимодействия с партнёрами во всём мире. В стране за сутки от коронавируса скончались 161 человек. Новых случаев зарегистрировано 8338. Общее число заболевших достигло 370 тысяч. Тем временем Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений. Специалисты считают, что ситуация с коронавирусом в российской столице самая напряжённая по стране, но она полностью под контролем. Парад в честь 70-летия победы в Великой Отечественной войне пройдёт по всей России 24 июня. Об этом заявил Владимир Путин. Дату выбрали не случайно. Именно 24 июня прошёл первый парад победы. В 1945 году на Красной площади. Кроме того, глава государства предложил провести через месяц после парада 26 июля и шествие Бессмертный полк. Как будут проходить праздничные мероприятия в условиях пандемии? Сегодня разбиралась Софья Питеркина, она уже в студии. Соня, есть уже какое-то понимание, в каком формате будет парад и придут ли на него ветераны? Главный вопрос. Даша, ну пока не совсем, конечно, понятно, будут ли всё-таки на параде присутствовать ветераны. Путин про это ничего не сказал. И правительство тоже пока молчит. Да и в целом понимания, как будет проходить праздничное шествие, пока нет. Президент накануне во время совещания с министром обороны Сергеем Шойгу объявил даты. Приказал начать подготовку к мероприятию. Акцент сделал на том, что всё должно пройти с соблюдением строгих правил безопасности. Заразиться никто не должен. Парад Победы, как правило, это очень массовое мероприятие. Посмотреть на него приходят тысячи людей. Поэтому как проводить его в условиях пандемии, пока непонятно. Во-первых, на тот момент в некоторых городах России ещё, возможно, будет действовать режим самоизоляции. И люди просто не смогут прийти и посмотреть шествие. Во-вторых, будут ли военные соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, неизвестно. В правительстве на этот счёт пока никаких пояснений не дают. Какие-то подробности есть только по московскому параду. Например, известно, что программу сокращать не планируют. Будет и воздушная часть, и наземная. Более того, 24 июня выпадает на среду. И в этот день, по информации некоторых источников, сделают выходным. Путин уже даже начал приглашать на парад глав иностранных государств. Пока согласились приехать президент Казахстана Касым Жомарт Такаев, президент Молдавии Игорь Дадон и глава Палестины Махмуд Аббас. Однако есть версия, что шествие в Москве пройдёт без ветеранов. В морских городах, возможно, пройдёт морская часть парада. Военные будут без масок. Представьте себе армию военных на Красной площади в масках. Перед парадом проведут дезинфекцию. Побрызгают каким-то специальным составом руки, лицо и пройдут без средств индивидуальной защиты. Думаю, ветеранов, скорее всего, не будет. Думаю, что их поздравят указом президента. Вручением каких-то ценных подарков приурочат к этому дню. Организуют какие-нибудь мероприятия. Но вряд ли ветераны будут на параде. Что касается нашего региона, то в Краевой администрации сегодня рассказать, как будет проходить парад у нас, не смогли. Пообещали прокомментировать этот вопрос позже. Председатель Краевого совета ветеранов и по совместительству депутат законодательного собрания Анатолий Самков предполагает, что наш парад вряд ли пройдёт по московскому сценарию. Например, ветераны, скорее всего, на шествие приедут, но сидеть будут на расстоянии друг от друга и в масках. По кому-то усечённому варианту могут пойти. Ну, например, на бронетехнике. Там и в масках можно, там их, скажем, механика-водитель или ещё, так сказать, не видно, там другого экипажа, кроме командира, скажем, танка, который стоит в люке танка или другой бронемашины. Что касается других, может быть, сократят количество участников в пешем строю. Ну, это моя версия. Но в масках это будет выглядеть, я думаю, странновато. Но ещё больше вопросов возникает по поводу другого мероприятия – шествия бессмертного полка. Оно ежегодно собирает даже больше людей, чем парад победы. На центральные улицы в российских городах с портретами своих предков выходят миллионы. И, естественно, ни о какой дистанции в полтора метра в этом случае речи не идёт. Тем не менее, Путин решил провести его 26 июля – в день военно-морского флота. Правда, с поправкой на то, что если к этому времени обстановка не наладится, шествия перенесут на более поздние сроки. Федеральные эпидемиологи рассчитывают, что к этому времени, по крайней мере, в Москве, ситуация с коронавирусом придёт в норму. А что до других регионов, судя по всему, решение проводить или не проводить. Если да, то как это сделать безопасно, будут принимать уже главы субъектов. На этом у меня всё. Даша. Да, спасибо. Это была Софья Питеркина. Рассказывала она о том, что парады победы по всей стране пройдут 24 июня. Так решил президент. Ну а сегодня мы проводим голосование и спрашиваем у вас, как вы относитесь к проведению парада победы 24 июня. И предлагаем такие варианты. Проводить можно, ведь президент сказал, что пик пройден. Если вы с этим согласны, звоните 8 800 350 57 82. Если считаете, что сейчас не время, слишком рано, ваш номер 8 800 350 57 83. Я напомню, что звонок бесплатный. Также проголосовать можно в нашей группе ВКонтакте. Ну и на фоне новостей про парад победы, многие вновь заговорили о голосовании по поправкам в Конституцию. Эксперты уверены, оно пройдет где-то между парадом и шествием бессмертного полка. Возможными датами сейчас называют 1 и 8 июля. Как пишет Интерфакс, окончательное решение президент примет на этой неделе. Тем не менее, Центр избирком уже начал подготовку к флебисциду. Политологи говорят, даты подобрали не случайно. Якобы логика такая. Сначала провести парад и поднять рейтинги власти, которые сейчас стремительно падают, а затем на этом фоне провести голосование. Принято такое последовательное решение. Вначале мы исправляем ситуацию в смысле социально-психологически, скажем так, выводим население в какие-то более-менее позитивные рамки. А уже потом проводим голосование. Потому что при тех настроениях, которые реально сейчас фиксируются социологами, насколько я понимаю, у властей немного шансов провести это голосование без фальсификации 50% вообще. Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в суд на президента Владимира Путина. Повод – досрочная отставка Игнатьева в январе этого года в связи с утратой доверия. А точнее из-за скандала, который обсуждали по всей России. Игнатьев заставил сотрудника МЧС подпрыгивать за ключами от новой пожарной машины. После этого его с должности сняли. Сейчас временно полномочия главы республики исполняет Олег Николаев. 13 сентября пройдут выборы. Однако Игнатьев с решением президента не согласен. Его исковое заявление уже принял в Верховный суд. И первое заседание назначено на 30 июня. А на ТВК продолжается проект «Изоляция», в котором мы ходим в гости к нашим красноярским художникам. Каждая серия – новый герой. Полные версии интервью можете посмотреть на нашем сайте tvk6.ru и в социальных сетях. А сегодня автор проекта Татьяна Демьяненко побывала в гостях у художника-самоучки Евгения Каверчева. Терзина. ЕК, анаграмка такая. Я ее начал в 2011 году ставить где-то. И до сих пор ставлю, несмотря на то, что, как оказалось, Егор Крид потом будет использовать ее тоже в качестве своего логотипа. Была надежда, что хотя бы там музыка будет хорошая. Ну, нет. Проект «Изоляция» сегодня в гостях у художника Евгения Каверзина, который своим основным проектом считает сына Михаила. Это в соавторстве. В соавторстве интерактивный автопортрет. Как видите, второй подбородок есть. Карие глаза есть. Кудри у него есть, у меня тоже есть. Вот пока вот в таком состоянии интерактивщина. Но это полтора года работы. Я думаю, что еще лет через 10 будет гораздо интереснее. Рисовать не умею. Все получается случайно. Ну да, все верно. Почему вы так себя описываете? Потому что таки есть. Сложно сказать, когда работа готова. Ну, для начала просто образования художественного нет. Естественно, хотел сказать, да, теперь естественно, как бы для текущей ситуации. Образование инженерное, работа инженерная, техника и так далее. И рисовать учился по необходимости. То есть при определенных задачах мне необходимо было научиться там. Не знаю, делать интерфейсы там программного обеспечения. Я учился, изучал композицию, изучал цвета. В какой момент вы взяли все-таки за кисти, если начинали с интерфейсов? В 2011 году это параллельно было. В какой-то момент мне просто жена подарила холст с красками. Так как я эту мечту озвучил, в принципе, что хотелось бы попробовать. И с этого, в принципе, все началось. Кстати, первая картина, она, кстати, тоже здесь. Она так и не продается. Вот эта первая картина, вот 2011 год как раз. Здесь вот человечек такой в плаще и с зонтиком. Под нее написали целую аннотацию. Потом один из наших знакомых, что это человек на пороге изменений, якобы. Который приобрел какие-то механизмы защиты в виде зонтика и плаща. Но они ему не понадобятся в дальнейшем, потому что там снег. На самом деле это просто не получился сноубордист и все. Наверное, в 2014 я познакомился с Георгием Тандашвили, получается, в пилоте. И не помню, в каком году я у него учился месяц. То есть мне настолько понравилось его творчество, что я решил, что чего-то я точно не знаю и это что-то нужно подтянуть. Да, оказалось, я много чего не знаю абсолютно. И это совершенно нормально. Я еще дальтоник, к тому же. То есть у меня есть определенная слепота в красном спектре. И вот как раз у Гоги я учился обращаться с красным цветом. И после того, как я рисовал пейзажи уже не там с примесью черного, как здесь, а уже с интересной такой палитрой, с красными примесями, ребята, один человек написал, типа, после первой учебной работы именно заката, один написал, вау, дальтонизм лечится за один сеанс, типа, вот так вот. А как вы вообще чувствуете цвета действительно тогда, если... Ну, здесь конкретно на смеси, ну, здесь нету красного, здесь тоже нету красного. Здесь нет работ, которые можно было бы показать. Но на палитре это пропорции смешивания краски, то есть я могу примерно их просчитать. А на компьютере там все в цифрах подписано. С 14-го года я что-то от кисти, кисти очень редко использую, использую пластиковые карты. Ну, такие пластиковые карты, они вот заляпаны как раз все. Пластика, слава Богу, много. Мне очень нравится пластик, это очень хорошая штука. По ширине вы их нарезаете или с уголка просто рисуете? Нет, как есть, вот так и использую. То есть если нужен штрих меньше, она гнется под разными углами. То есть в отличие от мастихина там. И штрих делается как бы, ну, совершенно другой. Какой надо. Ну, в основном это широкие, конечно, чтобы забить большое пространство. Можете как-то сравнить аудиторию красноярскую с людьми из других городов? Вы не найдете в среднем, точнее их очень мало, таких людей в среднем классе, которые бы коллекционировали красноярских художников. Как правило, они скупают что-то другое. Как бы что-то там более западное или наоборот восточное. Но красноярскому искусству свой же бизнес, например, он относится так достаточно прохладно, как типа, ну, есть вы, есть как бы. На кольце предмостной площади появится светофор, а в Роспотребнадзоре дали рекомендации по работе спортзалов и бассейнов. Обо всем подробнее в рубрике «Новости коротко». В Красноярске на кольце предмостной площади появится светофор. Об этом сообщили в мэрии. Светофор будет регулировать потоки, выезжающие и въезжающие с коммунального моста. Еще один новый светофор появится на пересечении улицы Высотной и Первой Хабаровской и на улице Мартынова. Всего, по данным администрации, этим летом безопасными сделают 10 перекрестков и участков дорог. Там установят 5 светофоров и 46 дорожных знаков. Занятия по записи и полтора метра от каждого тренажера. Роспотребнадзор дал рекомендации для открытия спортзалов и бассейнов. По мнению специалистов, чтобы снизить риск заражения коронавирусом, в первую очередь стоит снизить их пропускную способность. Для этого нужно снизить число посетителей, а спортинвертарь расставить на расстояние не менее полутора метров друг от друга. Отмечается, что спортзалы, которые захотят открыться после смягчения ограничений, должны будут иметь пятидневный запас средств индивидуальной защиты для своих сотрудников. Неизвестные повесили чучело-медведя прямо во дворе жилого дома. Пугающую находку обнаружили жильцы дома на переулке Кочубея. Женщина рассказала, что чучело-животного прилепили к дереву с помощью лески. Новое украшение Красноярка называла сумасшествием. Кто принес медведя во двор жилого дома и зачем, пока неизвестно. Вы смотрите новости ТВК. Мы продолжаем выпуск. Я напомню, что сегодня мы проводим голосование и спрашиваем у вас, как вы относитесь к проведению Парада Победы 24 июня. Варианты предлагаем такие. Проводить можно, ведь президент сказал, что пик пройден. Если вы согласны, то звоните 8 800 350 57 82. Если считаете, что сейчас не время, а слишком рано, то звоните 8 800 350 57 83. Я напомню, что звонок бесплатный. Но сейчас давайте посмотрим результаты на сегодняшнее время. 27% проголосовавших телезрителей считают, что проводить можно, потому что президент сказал, что пик пройден. И остальные, больше 70%, считают, что сейчас не время, слишком рано. Ну а пока мы продолжаем. В Красноярском крае открыли первый пляж. Он находится на озере Семирадское в Емельяновском районе. Специалисты агентства ГОИЧС по краю заявили, что место отдыха соответствует всем требованиям безопасности. Есть спасательное оборудование, скамейки, урны, теневые грибки, кабинки для переодевания. Однако купаться на озере пока нельзя. Владельцы озера парка еще не получили эпидзаключения от Роспотребнадзора. Да и на сам пляж попасть сейчас тоже не получится. В компании сообщили, что пока зона отдыха не работает из-за режима самоизоляции. А он, напомню, действует до 31 мая. Рой Фручи объявил новый конкурс на аренду самого большого колеса обозрения в Красноярске. Теперь договор с инвестором, который построит в зоопарке 50-метровое колесо обозрения, монорельсовую дорогу и автодром планируют заключить сразу на 10 лет. Ранее Красноярский зоопарк уже объявлял аналогичный конкурс, но срок аренды составлял всего один год и конкурс отменили. Тогда директор парка Андрей Горбань пояснил новостям ТВК, что заявку отменили временно, чтобы устранить недочеты. Согласно документам, инвестор, который победит в конкурсе, будет получать 80% от доходов с аттракционов. Заявки на новый конкурс принимает до 9 июня. Пока готовили этот выпуск, клещей стало уже в 400 раз больше нормы. Но иммуноглобулина так и нет. Екатерина Кашуйчик получила много таких жалоб и отправилась снимать проверку-инструкцию. Как получить помощь, если вас укусил клещ и где искать жизненно важный иммуноглобулин? Прямо сейчас новая серия проверки в эфире. Очень тяжело. Никаких указателей, ничего. Люди брошены. Мне просто страшно. У нас сначала месяц оплатного иммуноглобулина нет. Пойди туда, не знаю куда, найди мне то, знаю что, но знаю, что его нигде нет. Это проверка. И сегодня мы будем проверять, насколько реально в Красноярске получить помощь в том случае, если вас укусил клещ. Информации на этот счет сейчас крайне мало. Жалоб очень много. Люди прежде всего говорят о том, что без страховки получить помощь сейчас невозможно. Если у вас нет этой страховки, вы не получите ни иммуноглобулин, ни часто даже ответ на телефонный звонок. Сегодня мы будем смотреть, что происходит в трех точках по городу, где принимают клещей на анализы. Самый первый адрес – сопочная 38. С него мы прямо сейчас и начнем нашу проверку. Чтобы найти сопочную 38... А указатели какие-то вам встречались, направляются? Вообще никаких указателей нет. Где вы встретили друга-то, клеща? Не знаю, на ровном месте, никуда не ходили вроде, в магазине обратно. Гуляли с собакой, видимо, нашли во дворе. А какой район города? Советский. Прямо в городе уже встречаются клещи, и это далеко не первый человек, который нам об этом говорит. Тоже тревожный знак. Да, в зеленой рощи, точнее. В городе. Прямо в городской черте? Да, на улице Нариска. Такой маленький, такой опасный, а? Еще минута прошла, очередь уже удвоилась, еще больше стало людей в очереди. Еще одна мера предосторожности очень важная. Есть жидкость для обработки клещей, у каждого окошка она стоит. Но давай тоже обрабатывать, потому что мы ходим, общаемся, постоянно с кем-то лишним не будет. Туалет есть, очень опрятный, очень чистый, но он один. Есть автоматический кран с водой. Снова мы видим жидкость для обработки рук. Здесь же видим дозатор с мылом. За туалет могу поставить большой плюс. Он есть, он чистый, опрятный, и все санитарные нормы здесь соблюдены. Итак, промежуточный итог по пункту на сопочное. Здесь мы видим, что очень вежливо встречают всех людей на телефонные звонки, отвечают. Хотя делает это параллельно один и тот же специалист, но старается и пытается. Здесь мы увидели опрятное помещение, но оно очень жаркое, очень душное, находиться там невозможно. А очень много людей приходят, и прямо сейчас, пока мы выходили из здания, там собралось уже больше 18 человек. Все они находятся в одном душном помещении. Ну и, конечно, самая главная проблема сейчас, это где же найти иммуноглобулин. Здесь нам такую информацию получить не удалось, просто потому что огромное количество людей, и задерживать их пребывание там, конечно, нам очень и очень не хочется. Поэтому мы отправляемся на вторую точку Ленина, 168. Запоминайте этот адрес, туда тоже можно сдать клеща на анализ. Здесь уже не так просторно, не так свежо, не так красиво, прямо скажем, и здесь пока никого нет. Если мне пришел от вас потом положительный результат анализа на энцефалит, как мне быть? У меня же есть 72 часа, да, на иммуноглобулин, чтобы мне его ввести. Вообще иммуноглобулин, да, ставится в течение 72 часов, и это делает в большей степени травмпункты. В принципе, человеку даже без бумажки поставят иммуноглобулин. Я предлагаю нам сейчас не отправляться на 26 бакинских комиссаров, а отправиться в ближайший травмпункт. И проверим, есть ли там иммуноглобулин. Вот он, ближайший травмпункт, но прежде чем заходить, мы позвоним и по телефону узнаем, есть ли у них иммуноглобулин для тех, у кого нет страховки. Нет, девушкоплатного иммуноглобулина по городу нигде нет. Я не знаю, какая причина, что не заходил город, кто там виноват, это не нашел. То есть другие травмпункты обзванивать смысла нет, нигде его нет? Нет, нет, по городу вообще нет, даже другие лечебные учреждения не стоит обзванивать, было где-то, сейчас тоже нет. Нужно ехать на 26 бакинских комиссаров и смотреть, какая ситуация там, разговаривать со специалистами там. Вот это здание, 26 бакинских комиссаров, 29, это единственная точка приема клещей на правом берегу. Здесь тоже есть стрелочки, по которым нужно идти, искать, куда же клеща отнести. Идем искать. Какая интересная технология. Прием клещей проводится через окно. Интересно придумали и даже хочу за это похвалить, потому что люди могут соблюдать социальную дистанцию. Здесь нет узкого коридора, здесь тенистая местность, здесь комфортно находиться. Но явно лучше дышится, чем на сопочной, когда все толпятся друг к дружке, вот так выжмутся. Где же поставить иммуноглобулин? Нам уже сказали, что в травмпунктах нет этого иммуноглобулина. Но в той информации, которую мы нашли сами от Минздрава, есть указание, что в двух больницах города платно должны этот иммуноглобулин ставить. Это ФМБА и больница ЖД. Сейчас и туда, и туда будем звонить. Вы застрахованы от клещевого энцефалита? Нет, страховки нет. Платной вакцины у нас нет, извините. Мне нужен иммуноглобулин. Минздрав говорит, что в РЖД медицине есть такой. К сожалению, пока нет. Как это пока? У меня же мало времени. Пока месяца не будет. Поставщики в этом месяце не обещают сложности с поставками из-за ситуации в стране. Система, которая проверяет клещей на наличие энцефалита, работает. Она проходит проверку новостей ТВК. Ей сегодня мы поставили очень много плюсов. Но вот только мы все как будто забыли, что все эти проверки происходят для того, чтобы вовремя оказать человеку необходимую помощь и дать ему лекарство. А самого лекарства в итоге для человека, который заразился клещевым энцефалитом, сейчас в Красноярске нет. Этот сюжет я прошу считать официальным заявлением Росздравнадзор и прокуратуры. Прошу проверить, насколько правомерна сейчас эта ситуация и почему люди остались беззащитны перед сильнейшей угрозой их здоровью. Конечно, проверку новостей ТВК сегодня все это не проходит. А я напоминаю, в нашей проверке никто не уйдет. Екатерина Кашучек, Николай Чистяков, Новости ТВК. А сейчас мы подведем промежуточные итоги голосования. Я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, как вы относитесь к проведению Парада Победы 24 июня. Мы предлагали два варианта. Первый вариант такой проводить можно, ведь президент сказал, что пик пройден. И второй вариант, сейчас не время, слишком рано. Ну давайте посмотрим, как голосуют наши телезрители. 26% наших телезрителей говорят, что проводить можно, потому что президент сказал, что пик пройден. И 74% уверены, что сейчас не время, еще слишком рано. Я напомню, что проголосовать вы можете по телефону, звонок бесплатный. Также вы можете проголосовать в нашей группе ВКонтакте. И голосовать можно все это время. Итоги мы подведем в программе прямой эфир, где будем продолжать разговор на эту тему. Ну а сейчас информация о погоде. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok